Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах, и мы сегодня снова в полном составе. Идем погулять вместе с вами на такую классную локацию, которую всем советуют, сюда постоянно привозят всех туристов. Это прям такой топчик. Это парк. Как-то я обмолвился словечком, люди тут же накидали нам, что да, да, классный парк, давайте туда следите, обязательно погуляйте. И вот мы, собственно, обязательно приехали и обязательно будем гулять. Давайте начинать. Парк Южной Культуры, Ваше Величество, погнали! Так, ребята, возле парка Южной Культуры есть детская площадка и, в принципе, достаточная парковка, машин хватает. И главный вход Южной Культуры. Артем, сейчас. Так, тут вот указанный основатель, кто основал. Так, и красивый забор. Я не смогу так тебя, Родён, держать. Мы сейчас заходим в такую будочку, здесь, видимо, касса. Давайте покупать билеты. Так, ребята, ну что, всё, мы с вами попадаем в парк. Сразу можно увидеть ухоженность этого парка. Вход стоит 600 рублей, ну, нам на двоих, то есть 300 взрослый. И дети, до скольки на 7 лет дети бесплатны? До 7 лет бесплатно. Да, мне, в общем, писали люди, что здесь раньше он был бесплатный, но было неухоженно. Сейчас всё огородили забором, всё красиво, аккуратненько высаживают. Есть плиточка на земле, лавочки, не мусорно, естественно, всё здесь убирают. Поэтому за него, конечно, взялись. Мы хотели приехать сюда рано утром, когда здесь очень мало-мало туристов, но у нас не получилось, потому что утром лил дождь, и вот сейчас солнечный такой просвет, мы сразу сюда примчались. Но людей уже, вы можете заметить, достаточно много. Настя, в двух татловах что за парк? Южная культура что? Ну что, это просто деревья? Ну, парк, да, растений красивых высаженных. Магнолий, здесь вот эти вот розовые, как они называются-то, господин, подпиши слов потом. Ага, хорошо. Тут есть схема, и можно увидеть здесь очень много всяких дорожек, тропинок. Вот розовенькая, как вы думаете? Короче, здесь гуляй не хочу, можно прям очень долго. Ну и, конечно, мы приехали ради чего? Магнолий. Ради Магнолий. Магнолий здесь, везде есть указатели, куда нужно ходить. А я хочу подойти к памятнику, голову показать, чья это голова. Вот это непосредственно основатель парка. Дречевский Даниил Васильевич. Вот, молодец, основал такой замечательный парк. Радио, надень капюшон. Так, ну что, в какую сторону мы пойдем? Также, ребята, вот тут сразу от входа есть памятник. Значит, кто погиб за родину, да, на фронтах Великой Отечественной войны. Вот так это все выглядит. Очень ухоженный. И имена, фамилии. Ребята, я, конечно, не разбираюсь в растениях, поэтому я буду вам просто показывать, да. Если Настенька будет в курсе, что это за растение, она, конечно, будет говорить. И вот первое такое растение... А, слушайте, вот. Радянка, пойдем на площадку. Нет, на площадку мы не пойдем на эту. Вот здесь, смотрите, багряник китайский. Вот так выглядит китайский багряник. Радио, мы пойдем туда попозже. Посмотрите, мне это напоминает немножко сирень. Вот, особенно, когда вот она не распустилась. Сирень напоминает, да, Настя? Нет? А что напоминает? Так, в общем, каждый куст, он как-то называется. Вот, например, тут, короче, пчела сидит. Мы сейчас ее вот так подвинем немножко. Спирея кантонская какая-то. Вот. И каждый кут, вот, спирея японская. Вон та вот спирея катонская, вот она кантонская не зашла. А японская зашла. И вот она здесь светет и распускается. Нет, я же аккуратно подвинул. Следующие деревья, смотрите. Лавруха растет. Так, ладно, мы ни в коем случае ничего здесь не будем. Не рвать. Гляньте, как классно. Ну и, ребята, конечно, сюда нужно приезжать ради классных фоточек. Поэтому и мы будем прерывать видосик и делать фотки. Так, и дальше с вами вот продолжаем. Там все очень красиво выстрижено. Есть такие елочки. Да, запах здесь вообще бомбический. И вот какое-то желтое дерево. Так, вот какое-то лысое дерево. Вот такая вот экскурсия. Просто отсмотрел. Вот, а это дерево, вот видите, оно лысое, потому что это лох. Зантичный. Вот так вот. На, Настен, куртку. Держи. Так, смотрите, здесь можно пойти направо. Пойдемте, может, направо сходим, ребята? Нет, прям сюда, как видно, полоску. Можно пойти налево. Пойдемте налево. Сюда? Сюда? Налево. Ладно, все, мы идем сюда. Так, ребята, вот еще какое-то дерево. Артем, не надо. Угу. Да, ну что. Вот такой вот парк. Не знаю, как будет дальше. Мы, конечно, сюда, вот я повторюсь, да, мы приехали сюда, чтобы сфотографироваться, сфотографировать Настеньку с магнолией, потому что цвести магнолии осталось буквально чуть-чуть, и, возможно, она отойдет раньше, поэтому кто приезжает сюда, мчите, кому нужны такие замечательные фоточки. Но учитывая, что у нас сейчас будет похолодание и дождики, возможно, магнолия отойдет раньше, да? Так, ребята, здесь все выложено, вот, по крайней мере, да, сколько мы идем, все выложено, вот такую вот плитку, липо, липо-корейская. Липо-корейская, это вот это липо-корейская или вот это липо-корейская? Вот это липо. Она широкая. Вот, ребята, все, вот это липо. Так, а, кстати, еще хочу заметить, что этот парк находится на возвышенности, что в Амеретинке вообще дикость. То есть вот мы вот так заезжали и резко прям в гору, и, получается, парковка находится на, ну, на горе, на таком холме. И здесь, да, вы можете тоже заметить, да, аромат какой-то. А это вот это пахнет, наверное, это что? Это же фихуа, да? Похоже на фихуа. Да, это фихуа. Вот она и пахнет, наверное. Так, ребята, это точно фихуа? Пишите в комментах. Мы здесь нет таблички. Артем, пошли. Артем, не беряйся, пожалуйста. Вот можно вниз спуститься. В общем, парк большой. Я сейчас, если у меня получится, я прикреплю схему, как это выглядит. И вы сможете посмотреть. Слушай, запах какой-то откуда? Это, по-моему, вот это дерево так пахнет. Хорошо, что сейчас еще не сильно. Или вот это? А вот это что за дерево? Это паутина. Да, фихуа. Вот. Мы же сейчас вот первый раз тоже видели, как фихуа цветет. Да, растет. 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 Да, вот мы не видели. Хоть ее в этом году мы, ну, в этом и в двадцатом году, да, здесь все еле-еле-еле-еле-еле. Говорю еле-еле про еду, а еле-еле, вот вы можете увидеть ель европейска. Что видишь? Так, Настенька увидела магнолию. И сразу. Нельзя по газону уходить. Сразу, в общем, мы сейчас бежим к магнолии. Еще один лох колючий. Вот так вот выглядит колючий лох. Слушай, гарный название, да? Можжевелик. О, это же крымская тема. В Крыму весь Новый Свет усыпан можжевельником. Помнишь, мы ходили, где тропа Голицына? Вот, и там, конечно же, больше всего народу. О, да. Ну, мы сейчас постараемся. Слава, это кто? Фихуа тоже. Мишмула это. Украина. А, Мишмула японская. Это Мишмула японская. Вот, видите, а мы уже и знаем, значит, название. Да, интересно, летом здесь. Летом, говорю, здесь, кстати, очень комфортно будет гулять, потому что здесь теневая такая зона будет вообще по кайфу. О, бамбуковый лес. Мари, сколько бамбука, Артем. Сейчас сходим в лесок бамбуковый, ага. А в Сочи, помнишь, что в Сочи тоже есть этот бамбуковый? Стой, стой, Родион. Так, и мы с вами попадаем, смотрите, вот на такой пруд. Пруд здесь вот такой вот подъемчик. Сосна тонкая, тонколистная. Родиончик, стой. Так, пальмы, слушайте, очень красиво. Где Артем увидел белку? Где сынок? А, вон она скачет, скачет, ага. Смотрите. Ой, что ты там кушает, ага. Вот, Темочка глазастый. Вот иди сюда, посмотри, Родион. Вот, вот она, смотри. Я же вижу. Вот отсюда, посмотри. Вон белочка, видишь? Вот она, белочка. А для того, чтобы у вас получились очень классные фотки с Магнолией, вот нужно делать такой образ, вот такие платья. Настенька, конечно, тоже в розовом платьюшке. Посмотрим, какие фоточки получатся у нас в Магнолии, поэтому подписывайтесь на Инстаграм Настеньки, там будут фоточки. Так, давайте продолжать идти в Магнолии ради того... Короче, мы ради этих Магнолия вот заплатили 600 рублей и двигаемся, да? Вот, смотрите, водопад есть. Маленький такой, но прикольный. Очень красивый этот. А у Куба японская. Слушай, здесь, кстати, много японских деревьев. Ну да, вот тут поносаки. Много лысых? Да чего такие-то? Так, хиномолез, превосходная гренада. Посмотрите, какие красивые цветочки. Смотри, какие купили. Не, ну да, вот. Папа, вот куда надо было маму свасти на день женщин? Так, отходить. Да, возможно. Папочка, вот куда надо. Где? Так вот она, наверное. Так, и вот она, Магнолия. У-у-у, красивая. Парни, нам сюда. Ой, посмотрите, здесь, короче, сидят художники. Видимо, отрисовывают эту красоту. Но смотрится она, конечно, действительно очень-очень круто. Гляньте, какая красота. Магнолия, или как она? Магнолия, Суланжа. Суланжа. Да. Красота. Ладно, будем фотографироваться. Не знаю, одно это дерево или не одно. Если будет еще, я вам обязательно, конечно, покажу. Но, в целом, мы ожидали худшего, что будет прям такая толпа. Прям не протолкнуться, да, Настенька? А спокойно, комфортно пофотографировались. У Настеньки в Инстаграме будут фоточки. Так, что рисуют художники? Ну, красиво. Пойдемте. Ребят. Так, все, мы продолжаем с вами дальше. Какой? Вот такого художника? У вас есть, кстати, наборы, которые вам подарила бабушка. Очень крутые. Почти такое же. Так, я хочу подойти вот к этому дереву. Артем, пойдем посмотрим. Да. Смотрите, я хочу вам показать вот это дерево. Как оно покрыто. Это грибком. Смотрите, как. Интересно. А дальше есть дерево. Посмотрите, как оно. Белые такие лепесточки. Сейчас, если мы поймем, что это за дерево, я вам скажу. Бамбуковый такой парк. Шикарный вообще. Это тоже магнолия? Вот, ребята, видите? Настенька говорит, что это тоже магнолия. Только другой сорт. Она белая. Вот она даже еще, видите? Не вся распустилась. Да, но это прям такое очень большое, большое дерево. Мне, конечно, очень нравится бамбуковый вот этот такой сквер. Прям классно смотрится. А тут что-то высажено. Не знаю, что. Ну, конечно, близко ходить как бы тут не будем, естественно. Не нужно, нельзя. Большие сосны. Ой, красотища вообще. Здесь нужна фотка, Настя? Смотри, какие красивые цветки. Хочешь, тоже магнолия. Да, они красивые. Ручками аккуратнее, Родион, только. Слушайте, я хочу поделиться своим впечатлением. Знаете, здесь очень приятная такая атмосфера. Очень так тихо, птички поют. Такой воздух классный. В общем, ребята, если приезжаете в Сочи или Вадлер, обязательно приезжайте в этот парк. Погнали смотреть дальше. Вот здесь вот проводится световое шоу. Вот провода подведены. Наверное, здесь очень-очень красиво по вечерам, когда стемнеет. Вот, видите, подсветки стоят. Мы здесь днем, сами можете заметить. Поэтому в комментариях обязательно пишите, ребята, как тут вечером. Пишите в комментариях свои эмоции, кто бывал уже в этом парке. О, у меня для вас новость. А знаете, что вот это вот за дерево? Вот это. Да. А вот это дерево, ребята, называется тоже магнолия. Представляете, только крупноцветковое. Тогда получается, у нас очень много магнолий в Вадлере растет. Они ведь, их деревьев-то реально много. Просто я думал, постоянно спрашиваю, что это за растение, что это за растение. А кажется, ребята, это тоже магнолия. Вот так вот. Как красиво. Вау, вообще, слушай, дерево, как будто кисточкой белой краской покрасили, да? Вообще. Вот он. Вот вкусного мальчики. Вот еще такое дерево белое. Вот еще. Ой, какой кайф, а. Где? Най где-нибудь по-любому. Артем, смотрите, какое дерево белое большое. Понятно? Красиво. А вот еще какие-то листочки. Да, тут от каждого растения такой запах исходит, что все это перемешивается, и получается такое просто ассорти. И, смотри, гибискус сирийский. Слушай, очень много заведенных, завезенных же растений получается, да? Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Огромное-огромное, и сделано. Настя, вот сюда подойди, делай полный вздох. Может, это пихта какая-то? Так. Не надо ножку, у нас сыночек. Это небо тут. Так. И вот такая вот здесь лавочка. А вот с этих ханои называется. Это секвойя. Вечно зеленая, сизая. Это секвойя. Настя, ничего не понимаешь, что это секвойя. А вот уже получается бамбук уже такой не зеленый. Пойдемте-ка я покажу вам, потому что я вот видел такой желтый бамбук, я видел зеленый бамбук, а черного я никогда бамбука не видел. Поэтому давайте сейчас вместе с вами подойдем поближе и посмотрим, что это за порода бамбука. Лис-то кого колосник, черный, точечный. Слушайте, посмотрите, какой он классный выглядит. Вау, вообще. Так согнулся. Посмотрите, как это клево вообще, ребята, я не знаю. Да. Классно. Классные эмоции от этого парка. Кайфовый. А вон там опять бамбук, но там уже зеленый бамбук. Но мы с вами дойдем обязательно. Мы сейчас с вами будем двигаться вот в эту сторону. Там такая достаточно интересная аллейка. Установлены какие-то фигурки, наверное, из дерева. И шикарнейший бамбуковый... Как если это можно назвать лесом, значит лес. Ну вот я не знаю, я очень кайфую от бамбука. Так, что это такое? Это аллея славы. Вот. Ну пойдем сейчас пройдемся. Так. Это, конечно, наверное, все вечером подсвечивается. Здесь очень по-любому красиво. Листоколосник бамбуковидный. Вот. Так, если я понимаю правильное определение, то это не совсем бамбук. Это листоколосник бамбуковидный. Типа, мол, похож на бамбук, но как бы не бамбук. Вот. Тут, конечно, деревья очень крутые. И что, видите, не везде как бы зайдешь, потому что лужицы. Немножко грязновато. Ну какое дерево, гляньте, а. Вообще. Так, а это дерево называется... Это дерево называется, ребята, эвкалипт. Интересно, а ствол пахнет эвкалиптом? Ничем не пахнет. Почему-то. Слушайте, ну вообще... Смотрите, какие мощные стволы у них. Какие они высоченные. Да. Да. Так, ребята, я хочу обратить ваше внимание на то, что мы заходили из главного входа. А здесь, помимо главного входа, еще куча входов. И на каждом входе вы можете купить билетик и начать гулять. Так, мы с вами попадаем на какую-то аллейку, где можно увидеть вот как раз табличку вот эту. Оживший парк. Видимо, вот здесь вот все очень хорошо подсвечивается. Я вот на деревьях вижу, висят колонки. Значит, здесь играет такая забавная, наверное, музыка. В общем, ладно, я не буду придумывать, да, вы, пожалуйста, в комментариях напишите, кто здесь гулял, кто попадал на это мероприятие, когда здесь, мол, типа, все оживает. Ну, мне кажется, с детьми здесь, особенно вечером, будет прикольно погулять. Их точно это будет интересовать, потому что мы, например, сейчас ходим, нашим не особо прям это интересно. Они не прям вау-вау, с открытым ртом там ходят, как в санатории заброшенном в Арджиникидзе. То есть, если там они ходили, им еще это прям было прям капец, как интересно, то здесь, ну, не совсем. Ну, тяжело, наверное, заинтересовать деревьями. Вот, в целом, вот такая вот аллейка из, с таким покрытием, если там мы с вами шли постоянно по плиточке, да, здесь уже вот чебенка. Так, давайте мы с вами пройдем вовнутрь, здесь вот все светится по вечерам. Смотрите, как круто. Смотрите, как классно. Вот здесь можно взять бамбуку, вот так вот постучать. Да, смотрится очень круто. И, в принципе, вот в этом всем лесу можно походить, погулять. Да, очень классно. Ой, с вами пробираемся. По какому-то жемрудному озеру пруд такой, видите, как кайфовенький. Осторожно, Родион. И там вон лебеди. Сейчас туда пройдемся. Так, а снаружи этот лесок выглядит вот так. Слушайте, я хочу сделать такой вот вывод, что в каждое место нужно обязательно приезжать, во-первых, в каждое время года, а во-вторых, приехать и днем, и вечером. Потому что каждое место раскрывается вообще по-своему, и нужно, нужно обязательно приезжать в разное время. Вот такая роза красивая. Роза, да? Да. Обалдеть. Смотрите. Как классно. Вот еще магнолия, но это такое же более лысое дерево. Бегают какие-то красивые птички. Не знаю, сыночек, что это за птички такие. А там вот дальше плавают белые лебеди. Сейчас тоже с вами туда подойдем. Здесь вот такой сквер. Вот это вот растение с такими круглыми... Хотел назвать листочками, листочками, но нет, это не листочки. Так. Пристань. И направо фонтан. В общем, ребята, как лайфхак, вот это магнолия, вот с этого вида, самый, конечно, кайф. Фотка получается вот так. Ага, ну пойдемте. Папочка, куда идем? Так, а вот это как раз называется пристань. Сюда можно вот спуститься, только аккуратно. Аккуратно, Артем. И погладеть. Вон сколько рыбы, кстати, тут водится. Слушайте, пруд прикольный, много рыбы, лебеди, гуси, магнолия, Настенька, дети. Смотрите, классная, классная локация, вот это прям вообще топчик. Вот будете здесь, приезжайте отсюда, посмотрите, какие виды открываются. Гляньте, вот что это за дерево. В общем, красивая, еще одно красивое, вот так вот все, там желтый бамбук, высоченные кипарисы. Очень классно. Где? Ну вот, мы сейчас давай вот тут пойдем в такой вот, как лабиринт, смотри. Большой партер там какой-то есть. Вон туда можно еще сходить. Вот, наверное, давайте сейчас вот в эту сторону. Ну вот, пойдем вот сюда, Настенька. Смотрите, здесь так вот красиво все высажено, вот так вот выстрижена такая пальма в центре, как будто фонтан. Да. Очень кайфово, да, Настенька? Артем, Родион! Класс. Да, единственное, что да, у нас, конечно, шли дожди, поэтому здесь вот так вот, когда дождей нету, то, конечно, здесь гулять более-менее комфортно. Пока, пока вот так. Так, здесь у нас что? Здесь у нас тюльпаны. Вот мы подошли с вами к желтому такому бамбуку. Так, а вот это что за растение? Интересно, сакура, не сакура? Из-за досок маку. Как они называются, кто знает, пишите. Так, ну место-то, конечно, классное, много бамбука. Да, забавно. Здесь есть еще один такой пруд, но здесь никто не плавает, он такой какой-то грязноватый. И выходим вот на такую площадочку с вами. Там что-то прям такое грандиозное, судя по количеству людей. Сейчас с вами дойдем туда обязательно. Посмотрим, что у нас тут. Смотрите, есть мост. Мост, мост, мост. Дорога сюда пошла. В общем, как я говорил, да, тропы здесь просто безумное количество. Можно здесь блуждать вообще целый день, особенно если тепло. Все понятно, здесь вот такой вот прудик. А вон черепаха, смотрите, плавает еще. Так, здесь прям сходка какая-то. Пошли. Фотографа-фотосессия какая-то. Да, интересно. Мероприятие какое-то прям. Все на это дерево, но на той стороне, где мы изначально были в начале, то там по мне так гораздо более ярче дерево, чем здесь. В общем, друзья, мы тут с вами все обошли. И теперь нужно подняться по лестнице вверх. На лестницах, ребята, есть классные такие лавочки. Это прям, видите, такая локация. Фото-зона вообще сама по себе лестница. Если сделать снимок снизу вверх, то я думаю, что должно получиться очень круто. В общем, если вы приезжаете сюда, экспериментируйте. Мне кажется, здесь и дня мало для того, чтобы все пофоткать, все нафоткать. Но, как говорится, успевайте. Так, а здесь такая, видите, как будто смотровая. Жасмин. Класс. Можно по тропиночке туда прогуляться, а можно просто постоять, наслаждаться на этот пруд с белыми лебедями. Классные. Еще бы не было бы, если этих построек, был бы вид на море. Еще запах такой вообще бомбовый. Вообще. У тебя, может быть, что-то? Еще какая-то желтая ель. Мне что-то такое похоже. Да и не может, мы. Опа. Что, ребята, мы, в принципе, пришли на то место, откуда начинали. Это вот прудик небольшой, вот куда мы пошли на первом магнолию. Вот такие здесь виды. Слушайте, ну, шикарный парк. И на этом прекрасном месте я готов завершить выпуск. А вас попрошу поддержки каналу. Делитесь выпуском в свои социальные сети. Приглашайте на канал своих родителей, друзей, детей, коллег по работе, чтобы нас становилось еще больше и больше. И совсем скоро нас уже будет 5000 человек на канале. Это для меня очень большая цифра. И, конечно, тем, кто поддерживает всяческий канал, спасибо, спасибо огромное. Как вам парк? Пишите в комментариях, кто здесь гулял вечером и видел вот это световое шоу. Пожалуйста, делитесь своими эмоциями, будет очень интересно почитать. Я с вами прощаюсь. До новых выпусков. Увидимся уже с вами завтра. Пока.